Это утро в Петербурге, мы продолжаем. Есть верная примета. Лето наступает, когда ты открываешь календарь и видишь там первое июня. Кстати, день рождения Михаила Глинки. Мерлин Монро в этот день родилась. И Петабуна. А в Петербурге музыкальное лето. Наступит уже в эти выходные. В пространстве Сев Кабельпорт зашумит фестиваль стереолета. Ура! Кого увидят гости в этот раз? И как на одной сцене встретится рок, рэп, хард, психоделия Ильи Флещенко нам объяснит. Это основатель, продюсер и идеолог фестиваля Илья Бартнюк. Илья у нас в этой студии. Илья, доброе утро. Доброе утро. Раду вас видеть. А Илья, если слово «идеолог» вам слух не режет, объясните, чем идеология фестиваля стереолета отличается от других фестивалей, которые проходят, скажем, в Москве, Екатеринбурге или Нижнем Новгороде? Знаете, я никогда не сравнивал свой фестиваль с идеологией тем более. Слово «идеология» не очень правильно. Наверное, есть какой-то посыл, который у меня с самого первого фестиваля присутствует. Посыл довольно простой. Музыка должна объединять, дарить людям радость и вызывать яркие эмоции и как-то призывать к творчеству даже обычных людей. Но то, что музыка должна объединять, вы более чем наглядно продемонстрировали в выборе артистов, которые будут принимать участие. Около 38 человек артистов будут принимать участие. И среди них такие, в общем-то, не очень, на первый взгляд, сочетаемые, как Лев Валерьянович Лещенко, Баста, Дельфин, Кузьмин и так далее. Почему именно такой выбор? Почему вот именно этих людей? О, Лев Валерьянович. Жизнь вообще разнообразная штука. Штука непредсказуемая. И вы, например, не можете постоянно есть суши или каждый день есть борщ. Вы предпочитаете какую-то и носить одну и ту же одежду. С музыкой то же самое. Если взять там мой плейлист или плейлист, наверное, почти любого человека, кроме какого-нибудь там упертого металлиста или там кого-то еще, то, в общем, всегда разнообразную музыку мы слушаем. Музыка для меня вообще не делится на стили. Я считаю, что это придумали музыкальные журналисты, стили и направления. Она делится на хорошую и плохую музыку. У меня только хорошая. Нет, но аудитория Баста и Лещенко все равно отличается. Понятно. Но это фестиваль. Там вообще 38 артистов, 3 сцены. Каждый человек для себя может сделать некое расписание и по нему, собственно, ходить. Если не любит Басту, может мимо него пройти или в этот момент послушать группу «Мытища в огне», например. Или какую-то другую. А в плейлисте у Льва Валерьяновича «Соловьиная роща» будет? Да. Прекрасно. Я иду. Будем ждать. А пространство все в кабельпорт. Как будет организовано? Так же, как всегда, это будет 3 сцены. Какие будут зоны локации? Да, там будет 3 сцены. Одна внутри. Одна прямо на набережной, на причал мы ее называем. Очень красивая сцена. И одна большая сцена, такая главная. И много различных будет пространств. Где можно там посидеть, поесть, что-то поделать и так далее. У нас как бы 3 таких еще направления, кроме музыки. Стереофан, стереофуд и стереомаркет. Маркет – это местные дизайнеры. Можно что-то купить, может быть, что-то перекусить. Да. Ну и, конечно. А вы не боитесь, что из-за прохладной погоды стерео лето может превратиться в моно лето? Дело в том, что 17-19 градусов и солнце – это идеальная погода для фестиваля. Не жарко, не холодно и прямо вот идеально. Как раз когда жарко, не очень комфортно, и когда холодно. Я считаю, 17-19 для нашего города вполне себе рабочая температура. В общем, днем можно ходить в футболки, а вечером чуть-чуть может накинуть что-то. Ну, вполне себе типичное петербургское лето. Можно ли говорить, что за годы существования фестиваль уже обзавелся какими-то своими традициями, чем-то таким вот узнаваемым для петербургцев, для гостей, что всегда очень приятно вновь и вновь? Ну, вообще, я считаю, что мы создали новую петербургскую традицию, потому что многие люди на протяжении уже 22 лет ходят на фестиваль стерео лето, и уже новое поколение людей ходит. Кстати, у меня вот дочке 22 года, и вот она, собственно, я считаю, как вот каждый год стерео лето, это каждый год еще моя дочь. Кстати, она тоже принимает участие в организации фестиваля уже 4 года. Вот так. Вот, поэтому, ну, ходят уже и семьями, и вспоминают. Некоторые, кстати, семьи получились благодаря сестере у лету. Что вы говорите? Такие у нас тоже есть истории, да. То есть, ну, у нас много историй, и вообще, это такая, на самом деле, я считаю, что это традиция, и мне очень нравится, что так получилось. Ну, еще больше историй, я уверен, появится. Так что, Илья... Еще больше семьи, еще больше детей. Желаем вам, что так оно было. Ждем вас в этой студии через 22 года, поговорим. Да, хорошо. Спасибо вам большое, желаем аншлага. Все, как всегда, уверены, так оно и будет.